Я очень люблю здесь бывать. И для меня это место дорого не потому, что Никольский собор и его удивительная, изящная, стройная колокольня, которая отражается в водах Крюкового канала, известна, любима многими, но потому что именно в этот собор я вошла впервые в храм. И я запомнила это у себя в памяти, что впервые я ощутила пространство храма именно здесь, в Никольском соборе, когда я была еще совсем маленькой девочкой. Мои папа и мама были людьми творческими. Папа был главным режиссером музыкальной редакции довольно долго, а потом стал снимать фильмы, лентиль и фильмы, достаточно известные. Мама была экскурсоводом, лектором, работала на радио. И, пожалуй, именно она как-то сыграла наибольшую роль в том, чтобы направить меня в область журналистики. Это не совсем осознанный мой был выбор, но это был очень правильный выбор. И когда я не поступила по конкурсу на факультет журналистики, для того, чтобы учиться на заочном, нужно было иметь трудовую книжку, где-то идти работать. Мой папа устроил меня работать в Домрадио на должность секретаря машинистки в дирекцию программ. Это было абсолютно судьбоносным. В моей жизни я встретилась с потрясающими профессионалами и с удивительной русской культурой, которую я могла там впитывать. Ведь мастерство, оно передается не через учебники. Оно вот передается от личности к личности. Я поняла, что я не хочу переходить на дневной факультет. Я работала на радио, прошла там все ступени. От секретаря дирекции программ до младшего редактора художественного вещания. Была дежурным выпускающим, эфира. Все записи этих потрясающих оркестров симфонических. Но это целая эпоха, да? То есть и одновременно я начала свою карьеру на телевидении. Меня не воспитывали в вере. Но вот я как-то сама пришла к тому, что я смогла принять православие. Я стала оцерковляться. И у меня наступил какой-то период, когда я так всю эту с неофитским задором, значит, я отринула, сказала, нет, я больше никогда не буду заниматься этой профессией, если только это будет связано с верой. Мы приветствуем всех, кто решил вместе с нами встречать светлый праздник Христового Воскресения. Телеканал «Санкт-Петербург» начинает прямую трансляцию праздничного пасхального богослужения из Казанского собора. С 99-го года началась эта история, связанная с трансляцией. Я была просто ведущая телевидения. Для меня это был какой-то, ну, абсолютно, как говорят, челлендж, такой вот просто настолько вызов. Я, с одной стороны, должна была быть на позиции зрителя, да, и помогать ему раскрывать какие-то смыслы, да, символику и так далее. В каком-то смысле это просветительская и миссионерская задача комментирования религиозных трансляций. Почему? Ну, потому что верующие люди в Рождество и Пасху находятся в храме. И постепенно я стала заниматься вот этой коммуникацией между моими коллегами по профессии, по телевидению, радио, по печатным СМИ и Русской Православной Церкви. Мне кажется, что вот Господь как-то меня поставил на это место, потому что я понимаю, что я могу помочь моим коллегам с точки зрения профессиональной. И, с другой стороны, я могу с точки зрения епархии, да, помочь, донести до общества то, чем по-настоящему живет Церковь. Лавра на самом деле для меня стала вторым домом. Сегодня я провожу здесь огромное количество времени. Окна моего кабинета выходят вот прям практически вот на эту траекторию. И я вижу Свято-Троицкий собор и слышу, как часы отбивают время, и когда колокола звонят. И вот это наполняет мою жизнь, конечно, вот такой особой мирной, может быть, немножко не совсем такой отмирной жизнью. И Лавру мы не случайно называем духовным сердцем Петербурга. Наши главные доминанты в городе, безусловно, православные храмы. Это город крылатых ангелов, которые благословляют этот город. Это Исаакиевский собор, это Казанский собор. Ну, без них пространство города невозможно, оно не существует. И мое отношение к городу – это восхищение. И, может быть, с каждым годом только, ну, как-то больше проникаюсь вот этой благодарностью Богу за то, что мне довелось родиться здесь, быть причастна этому городу, без которого, в принципе, моя личность не могла бы состояться. Субтитры создавал DimaTorzok